Молитвы Господней И вот в 14 стихе Иешуа Он возвращается к одному из основополагающих правил мира за миру Он говорит Если вы не простите людям их прегрешения против вас, то и Бог не простит вам грехов ваших Если же вы простите людям их прегрешения против вас, то и Бог простит вам То есть вы не прощаете обидчику, и Бог вас не прощает Вы прощаете, и Бог вас прощает Мы видим здесь, что Иешуа возвращается к центральной теме, которую мы должны хорошо усвоить из этой молитвы То, что слова, которые человек произносит в молитве Даже если они сказаны от всего сердца, на самом деле не являются главным составляющим молитвы Ведь Бог и так знает, что нам нужно Еще прежде нашей молитвы Но важен сам молящийся человек И его отношение к молитве А именно, почему он молится, как он молится, перед кем он молится И на кого хочет произвести впечатление Это гораздо важнее слов Есть одна хасидская притча Равина Бааль Шемтова Которая рассказывает об одном случае, произошедшем как-то на Йом-Кипур Во время последней завершающей этот день молитвы А как вы знаете, в этот день постятся и на исходе дня трубят в шафар И вот Люди, которые обычно трубят в шафар Можно сказать, профессионалы своего дела В этот раз не могут издать ни звука Они пробуют еще и еще раз Но ничего, ничего не выходит Собрание уже начинает волноваться Люди начинают переживать Не признак ли это того, что Бог не принял их пост, их молитвы и не простил грехи Ни личные грехи отдельных людей, а грехи в целом, всего народа И вот какой-то мальчик простой и ничем не привенчательный пастух, овец Который водит своих овец и кос по горам и полям Достает свою дудочку И начинает в нее дудеть И вдруг небеса открываются Этот мальчик не отличается мудростью Он нигде не учился Не изучал Тору Он просто заботится о своем стаде Но вот он достает свою дудочку И со своим чистым сердцем начинает в нее играть И небеса открываются И тогда стали слышны и звуки шафаров Этот короткий хасидский рассказ учит по сути всему тому, чему я бы хотел научить вас о молитве А именно отношения Молящийся человек более важен, чем его молитва Почему он молится, для чего он молится, каковы цели его молитвы Все эти вещи важнее, чем слова, которые он произносит Ведь Бог уже знает эти слова И вот Иешуа возвращается к этой теме в 16 стихе Он говорит Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры Ибо они принимают на себя мрачные лица Чтобы показаться людям постящимися Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою Иисус учил о молитве, а сейчас он учит о посте Пост Это очень важная вещь Но это также не что-то новое, что мы встречаем в Новом Завете Наши отцы постились еще с дней пророков, со времен Торы Евреи и сегодня постятся каждый Йом-Кипур Израиль удивительная страна Большинство ее жителей люди светские Совершенно не религиозные, но, что интересно Во время поста 70% Израиля постятся И больше 50% ходят в синагогу на Йом-Кипур и Роша-Шана Это удивительно Тот, кто живет в Иерусалиме, может наблюдать, как на Йом-Кипур На дорогах нет ни одной машины Все закрыто, ничего не работает Вокруг Тишина Такого вы не увидите ни в одном другом городе мира 24 часа тишины и покоя В это время никто не ездит на машинах, телевизоры и даже радио выключены Все заботятся о том, чтобы находиться в покое дома или в синагогах При этом, как я уже сказал, постятся 70% страны Нет другой такой страны Только 25% считающих себя так или иначе религиозными самых разных направлений И 70% постящихся Большинство из них постится дома в тишине И это то, что происходит между ними и Богом Но Ешуа говорит Когда поститесь, не будьте как лицемеры Которые, когда постятся, ходят с печальными лицами Показывая, какие они страдальцы О, как мне тяжело, как мне трудно Я в посте Я пощусь ради Бога Я пощусь ради молитвы Я человек святой Нет Не будьте такими людьми, говорит Ешуа Потому что если вы так поступаете с постом ли Или давая милостыню или молясь Вы получите награду только от людей Но если вы хотите поститься по-настоящему То приведите себя в порядок Умойтесь Поправьте прическу Не выставляйте на показ то, что вы поститесь Ибо отец ваш небесный Видит все И то, что скрыто И то, что явно И он воздаст вам награду Награды же от людей не ищите И эта мысль повторяется много раз в Нагорной проповеди Об этом мы читали и прежде в пятой главе То, что вы делаете Делайте от всего сердца Для Бога, для Его славы И для вас самих Но не для людей Не для того, чтобы люди видели вас И думали, какие же вы набожные И святые И этот вопрос, друзья мои Является здесь центральным Это именно то, на чем акцентирует внимание Иешуа На то, каковы наши отношения с Богом Каковы наши отношения с другими людьми И, собственно, каковы наши отношения с самим Иешуа Иешуа учит нас всем этим вещам Для того, чтобы мы исполняли все это в жизни А не просто слушали Его учения Пророк Исаия в 58 главе Говорит о посте в судный день И здесь мы можем увидеть Что еще во дни Исаии Учение Иешуа уже Было провозглашено Мы прочитаем немного Из пророка Исаии 58 глава Только для того, чтобы понять Насколько учение Иешуа И Благой Вести Соответствует учению Танаха и пророков Я прочитаю из 58 главы Исаии Начиная с 3 стиха Почему мы постимся, а ты не видишь Смиряем души свои, а ты не знаешь И Бог дает им ответ Вот в день поста вашего Вы исполняете волю вашу И требуете тяжких трудов от других Вот вы поститесь Для ссоры, расприи И для того, чтобы терзкой рукой бить других Вы не поститесь в это время так Чтобы голос ваш был услышан на высоте То есть люди постились не для Бога А для самих себя Для своего окружения И их пост служил только Еще одним поводом Для ссор между собой Они не постились Для того, чтобы голос был услышан на небесах Но чтобы в собраниях и синагогах Слышали и видели, что они постятся 58 глава Исаии 5 стих Таков ли тот пост, который я избрал День, в который томит человек душу свою Когда гнет голову свою, как тростник И подстилает под себя рубящий пепел Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Бог говорит И это вы называете постом угодным Богу Когда люди посыпают свою голову пеплом И выглядят такими несчастными Мы постимся, постимся, страдаем И все ради Господа Мы страдаем ради нашей общины Страдаем ради молитвы Но нет Исаия говорит Это не тот пост, который угоден Богу Бог говорит через Исаию Это не тот пост, который я хочу И все эти ваши душевные страдания Только ради вас самих И вы это называете постом? Нет, это не пост, угодный Богу Стих 6 Вот пост, который я избрал Разреши оковы неправды Развяжи узы ярма И угнетенных отпусти на свободу И расторгни всякое ярмо Раздели с голодным хлеб твой И скитающихся бедных Введи в дом Когда увидишь нагого Одень его И от единокровного твоего Не укрывайся Здесь мы снова видим Что вера ставит в центр других людей Наше отношение к Господу Выражается в том Как мы относимся К другим людям К тем, кто рядом с нами Кто вокруг нас Как мы относимся К нуждающимся К голодным Бездомным Гнетенным Голодного следует накормить Дать одежду тому Кто нуждается в ней И так далее То есть Принести жертву Богу Через жертвенник наших рук И этот жертвенник Не где-то на небесах Он здесь В ваших руках И это тот пост К которому призывает Исайя И то, что Мы перед этим читали Изучение Ешуа О посте Подходит на сто процентов К тому, что пишет здесь Исайя Не сыпьте себе Пепел на голову Чтобы казаться Бедными и несчастными Лучше идите И помогите друг другу Позаботьтесь Друг о друге Поститесь Чтобы быть Благословением Друг для друга А не причиняя Вред самим себе И не прогневляя Бога Лучше пойдите И помогите Нуждающимся Несчастным И страдающим Людям Которые Вокруг вас Исайя 58 Глава С 8 По 11 Стихи Тогда Откроется Как заря Свет твой И исцеление Твое Скоро возрастет И правда Твоя Пойдет Пред тобой И слава Господне Будет сопровождать Тебя Тогда ты Воззовешь И Господь Услышит Воззапиешь И Он скажет Вот я Когда ты Удалишь Из среды Из среды Твоей Ермо Перестанешь Поднимать Персты Говорить Оскорбительное И отдашь Голодному Душу Твою И напитаешь Душу Страдальца Тогда Свет Твой Взойдет Во тьме И мрак Твой Будет Как полдень И будет Господь Вождем Твоим Всегда И во время Засухи Будешь Насыщать Душу Твою И уточнять Кости Твои И ты Будешь Как напоенный Водой Сад И как Источник Которого Воды Никогда Не Истекают То есть То благословение Которое Ты ищешь Оно Придет От Бога Так что Ты сам Станешь Источником Воды Источником Света Для тех Кто Сидит Во тьме И это Благословение Придет Друзья Если Вы Будете Поститься Таким Образом Чтобы Этот Пост Принес Благословение Для Нуждающихся Когда Мы Строили Первое В Иерусалиме Не церковь А именно Дом для Собрания Мы Испытывали Нужду В деньгах И вот Одна Небольшая Мессианская Община В Корее Услышала О нашей Нужде А в той Общине Было Всего Около 90 Человек Почти Все Из них Молодые Семьи С детьми И они Захотели Нам Помочь Но У них Не Было Каких Либо Значительных Денег На И что Же Они Сделали Они Решили Поститься И в течение 40 дней Они Воздерживались От обеда И те Деньги Которые Они Сэкономили Пропуская Обед В течение 40 дней Собрались И составили Сумму В 50 Тысяч Долларов Они Постились Для того Чтобы Пожертвовать Деньги В Иерусалим Из Сеула В Корее И Таким Образом Они Осуществили То О чем Говорил Пророк Исаия Они Постились Для того Чтобы Быть Благословением Для Других Голодным Дать Хлеба Надьем Одежду А не так Чтобы Посыпав Голову Прахом И одев Вредище Казаться Несчастными Страдальцами Но Напротив Во славу Господа С чистыми Сердцами Совершая Пост По воле Божьей И Господь Говорит Вы будете Как светильник На вершине Горы Вы будете Источником Света Для тех Кто Находится Во тьме И Это Самый Лучший Пример Первая Заповедь Которую Дает Ишуа В Новом Завете Уже В четвертом Главе Евангелия От Матфея Перед Нагорной Проповедью Он Говорит Вы Свет Миру Будьте Светом Не Прячьте Свой Свет Но Светите Другим Другим Друзья Мои Все Эти Вещи Очень Серьезные И Очень Важные И Мы Много Говорим О них Но В общинах Наших Недостаточно Призываем К действию К осуществлению Этого В жизни И Даже Пасторы И Учителя Терпят Неудачу В этом Но Наша Задача Это Не быть Слушателями Но Быть Исполнителями Слова И Нагорная Проповедь Нагорная Проповедь Она Наполнена Очень Практическими Вещами Которые Нужно Не просто Слушать Но Исполнять Ешуа По сути Устанавливает Новый Порядок Относительно Поста Молитвы Служения И Относительно Нашего Поклонения Богу И По сути Что Он нам Говорит Вы Хотите Иметь Доброе Отношение С Богом Единственный Способ Сделать Это Выстроить Доброе Отношение С людьми Которые Вокруг Вас С С Бедными С Нуждающимися С Голодными С Вдовами И так Далее Вот Та Сцена На которой Должны Происходить Ваши Действия Чтобы Бог Услышал Вашу Молитву Принял Ваш Пост И Благословил Вас И Сделал Вас Источником Света Источником Благословения Для Людей Вокруг Вас Поэтому Когда Вы Поститесь Приведите Ваш Внешний Вид В порядок Оденьтесь Как Следует Умойтесь Причешитесь Пусть От Вас Пахнет Одеколоном Или Духами И Вы Хотите На улицу Как Победители А Не Как Несчастные Не Как Страдающие От Поста Люди Но Предстаньте Перед Людьми В силе Стойте Прямо Как Люди Утвержденные В вере Чтобы Принести Свет В мир А Не Добавить Туда Еще Тьмы Которой Вокруг И так Достаточно Друзья Мои Вот Это Заповедь По которой Ишуа Хочет Чтобы Мы Жили Исполняйте Ее Не Просто Говорите О ней Исполняйте И Это Не Что-то Невозможное Это Возможно И Даже Не Тяжело Только Если Мы Хотим Исполнить Заповедь Божию И Когда Мы Будем Исполнять Божью Волю От Всего Сердца В Смирении Он Услышит Нас Ответит Нам И Сделает Нас Источником Света Чтобы Развеять Тьму Которая Вокруг Нас Друзья Мои Пусть Господь Богословит Вас А на Следующем Уроке Мы Продолжим Изучать Нагорную Проповедь Шестой Главы Евангелия От Матфея Мессианский Центр Возвращенные Насион Из Израиля Ставит Перед собой Цель Рассказать Израилю О мессианстве Иешуа А также Передать Свежее Послание Из Сиона Присоединяйтесь К нам И следите За нашими Обновлениями На сайте www.oazis.defis.media.tv Продолжение следует...